здравствуйте уважаемые зрители и подписчики моего канала очень часто мне приходилось видеть такие видео на ютубе о том какая же самая сильная группировка в сталкере я у меня есть свое мнение давайте-ка разбираться на мой взгляд самая сильная группировка в сталкере и это же конечно служба безопасности украины сразу скажу что данное видео не является политическим если бы события чернобыльской зоны отчуждения происходили бы в россии то это было бы фсб ну а соответственно если бы действия игры происходили в америке то эта группировка была бы почему же она самая сильная в зоне да очень по простому принципу их отряда самые мало численные но самые боеспособные по сути дела в группировке спу в сталкере лишь только три известных нам персонажа 4 прошу прощения и так это всем известный майор на момент зов при на момент начала игры зов в припяти а на момент завершения игры полковник спу александр дегтярёв коренной предпечанин которого правительство послало расследовать причины провала операции фарватер тут тоже надо сказать что как правило пишут что операция фарватер это отдельная операция от операции монолит в тенях чернобыль однако я с этим категорически не согласен дело в том что действие операции фарватер разворачивается сразу же после событий тени чернобыля и по сути является это одной операцией просто сначала решили на командование послать одних военных тех монолит перебил на через потом решила послать других военных но те дчс так и не долетели почему же разработчики решили изменить название операции монолит на операцию фарватер по очень простой причине чтобы не путали рули сталкеры операцию монолит группировку монолит ну и сам монолит и исполнители желания этого все установка которая установлена на ч с дегтярём связано кстати говоря одна очень любопытная деталь но об этом позже вот прапор вербовщик сбу в долге сбу очень пристально следить за деятельностью группировки долг она и понятно послухам группировка долг финансируется россии об этом можно косвенно судить потому что у них в основном российская советская но тем не менее вооружение а также их опознавательный знак красный цвет а красный цвет это символ коммунизма а в условиях независимой украины это как бы символ ну что ли такого желания присоединения к россии но не в этом даже суть а в том что в сбу в основном вои отставные военные которые либо закончили службу в рядах вооруженных сил украины либо же они нарушили присягу то есть не подчинились командованию и вступили в данную группировку долг не стоит путать также вот этого самого прапора с прапором который охраняет подступы к бару сто рентген этого прапора можно встретить на дикой территории с ним тоже связано любопытный факт из диздоков мы узнаем что дегтярев был в баре сто рентген именно прапор мог его завербовать скорее всего сбу бы не послала в зону офицеры не имевшего собственно говоря офицерское звание и поэтому прапор это просто кличка ну а звание должность понятное дело за секречной но тем не менее именно он завербовал нашего дегтярева чтобы тот свою очередь выяснил причины провала операции фарватер ну и с одного уж на ее причины провала операции монолит я еще раз напоминаю что по моему мнению это одна и та же операция идем дальше полковник прошпошник генерал крутильников его фотографии нет однако именно он связывается с дегтяревом в квесте эвакуация в зови припяти и пусть его у установить причина провала операции фарватер пиктеров ему рассказывают что вертолеты были повреждены аномальными выбросами которых аномальными аномальными которые место их расположение изменилось и это не было сочинено при операции поэтому вертушки посыпались что известно генерале крутильникове то что он руководитель в сбу группы истина который собственно говоря и занимается тем что устанавливает тайну происхождения чернобыльской зоны отчуждения являюсь очень серьезным противником о сознании и в конце концов при помощи стрелка эту самую причину выясняет идем дальше ну и мой самый нелюбимый персонажа в группировке сбу это капитан максименко довольно жестокий его можно встретить на не агропром довольно жестокий человека посылает своих бойцов подземелья не агропром там их естественно то ли бандиты то ли кровосос то ли контролер перед перебивает ну в общем короче говоря очень неприглядные офицер службы безопасности украина также татагака не стоит его путать с дегтярем так как в сбу тоже есть различные должности и организации в данном случае максименко руководить спецназом сбу типа нашей фсбшной альфа тут тоже есть некоторые заблуждения сталкеров о том что военные сталкеры и не присутствуют в игре они собственно говоря присутствие то только они не называются военными сталкерами а это по сути говоря спецназ спецназ сбу они спецназ военных что любопытная деталь также с этим связано что вот через при первой при первой попытке что что мы операция монолит штурму то реальная армейский спецназ со всеми вытекающими то есть там бронетранспортеры вертолеты танки однако операции по поиску секретных документов в не и агропром мы такого не видим что позволяет нам делать выводы что подразделение капитана максименко и это все-таки не группировка военной а именно избу почему и сбу не руководил и не принимал участие в первом штурме чс доподлинно неизвестно однако именно это послужило провалом операции монолит кстати говоря тоже любопытный факт связанный с максименко можно встретить вагончики но я думаю все вы знаете около его базу вагончики там с левой стороны болото и там такой вагончик и там я уж не помню кто ну короче один из нпс который заявляет что и максименко ну очень жестокий командир и просит эвакуировать его но почему-то главный герой на это не идет или идет но это уже решать вам еще раз я напомню почему же группировка с был самая сильная в зоне во первых она может завербовать кого угодно от долговца до свободовца от чисто небовца до наемника единственное что к сожалению так им удалось вычислить как мы знаем заказчика у наемников кто им был доподлинно неизвестно также сбу у них хорошее вооружение еще раз повторю она использует чуть ли не все группировки в зоне посредством как как вербовки так и силовым путем что спасибо за внимание не забывайте игру stalker друзья